Испытывайте себя. Второе послание к Каинфянам, 13 глава, с 1 по 13 стих. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей, будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божией. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божией в вас. Испытывайте самих себя. Вверя ли вы? Самих себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть. А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны, а всем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лапзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Размышления. Действует ли в вас Христос? Второе послание к коринфянам, 13 глава, с 1 по 13 стих. Некоторые верующие в коринфской церкви сомнимались в правильности учения Павла, сравнивая апостола с более красноречивыми уже учителями. Павел отвечает, что его готовность постоянно заботиться о верующих и обличать их – это признак того, что у него действительно есть власть, данная Христом. Он призывает коринфян проверять и испытывать себя, потому что настоящая вера со временем проявляется в плодах, описанных в Евангелии. Апостол желает созидать верующих в коринфе, чтобы они были настоящими христианами и продолжали возрастать святости и уподоблению Христу. То, что Бог проводит нас через трудности и испытания продиктовано его любовью к нам. Но для того, чтобы расти духовно, требуется прилагать большие усилия и с помощью Святого Духа учиться дисциплине. Наилучшая среда для духовного роста – христианская община. В каких сферах вашей жизни Святой Дух побуждает вас еще больше уподобляться Христу? Совершенствуя свою веру со страхом и трепетом, помните о том, что Иисус – начальник и совершитель веры. Субтитры создавал DimaTorzok